МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это позволит решить проблемы трудоустройства жителей города и окрестных населенных пунктов. О проблемах и перспективах реализации проектов говорили предприниматели на встрече с новым акимом города Нурланом Куматаевым. Общая площадь территории индустриальной зоны Орна составляет 1300 гектаров, более 60% – 810 гектаров промышленные площадки. Другая часть предназначена для соответствующей инфраструктуры – автомобильных и железных дорог. На индустриальной зоне расположены крупнейшие заводы, такие как Мара Вэмфуд. И это место весьма привлекательно для бизнесменов. В настоящее время в индустриальной зоне Орна находятся 180 собственников земельных участков. Из них 90 – это юридические лица, которые хотят начинать, но из-за отсутствия сетей, коммуникации они стоят. Причина только в этом. Я так думаю, сейчас первая линия индустриальной зоны Орна, то есть Мара Вэмфуд и другие компании сейчас готовы уже. Они уже проект хотят разработать. Если будет коммуникация, они говорят, что мы готовы завтра приступить. Поэтому мы хотим ускорить, чтобы это не тянуть на долгий ящик. И когда у нас уже готовый проект будет, готовая ПСД, проектно-смертная документация на коммуникации будет, я думаю, по линии, по программе ДКБ, дорожной карты бизнеса, будут выделяться деньги на строительно-монтажные работы. На первом этапе в этом году руководство города намерено сотрудничать с девятью компаниями. У бизнес-сообщества уже есть предложение для улучшения условий на индустриальной зоне. Нам бы вообще хотелось бы обратиться по поводу того, чтобы провести газ, потому что газовая магистральная линия походит мимо нас. Мы как-то первоначально обращались, но, в общем-то, там первый запрос на проектирование ЕГОД, он оказался несколько неподъемным. Поэтому если какие-то помощи странных государств существуют, и какие-то поддержки, да, было бы очень неплохо, что касается этого. Мы сами начали уже приглашать именно вот те, которые активные инвесторов, активных собственников земельных участков, и предложили им, чтобы они совместно с нами разработали проектно-сметную документацию на газоснабжение, на электроснабжение и на водоснабжение, также на водоотведение. Ну, они с нами сегодня согласились. Объем промышленного производства за прошлый год в индустриальной зоне ОРНА составил 12 миллиардов тенге. В текущем этот показатель вырастет в разы. При благоприятных условиях к концу года в Капшигае появится ряд крупных компаний фармацевтической и пищевой промышленности. Азаджумаханов Степан Мережко, телекомпания ЖТСУ. О наболевшем с радостью. Единственная средняя школа села Касымбек Жамбылского района расширится еще на 300 мест. А это значит, наконец, решится наболевший вопрос трех сменок. Благодаря дорожной карте занятости тысячи сельских ребят будут обучаться в современных условиях. Светлое время суток. Дефицит ученических мест – одна из главных проблем средней школы села Касымбек. Более тысячи учащихся до сегодняшнего дня занимались в три смены. Теперь ситуация изменится. Один миллиард 320 миллионов тенге выделено главой региона для расширения данного объекта образования. Более того, в новом учебном году в школе появится своя собственная столовая, спортивные и актовые залы. Строительные работы начались в январе этого года. Пристроить здание еще на 300 мест, к имеющемуся 500 – это то же самое, что построить новую школу. Согласно плану графику, завершение было намечено на конец года. Однако, по запросу заказчика, постараемся сдать в эксплуатацию в середине августа. На сегодня выполнено около 40% работ. В самом разгаре капитальный ремонт еще на одном объекте образования Жамбылского района. Средняя школа имени Абдиразака Мами в селе Кызласкер построена более 15 лет назад. Учатся в ней почти 100 детишек. Несмотря на небольшой срок эксплуатации, объект образования не совсем соответствовал современным стандартам. Так как это район, естественно, есть и аулы. Но, несмотря на отдаленность населенных пунктов от районного центра, мы стараемся создать для школьников все комфортные условия. Для ремонта данной школы выдали нас выше 250 миллионов тенге. Здесь будет меняться все – и линолеум, и окна, и двери, и парты. То есть школа родится заново. Еще одной немаловажной проблемой образовательных учреждений являются туалеты. Практически во всех школах района они находятся на улице, что создает для детей неудобства в зимний период. Для решения данной проблемы в этом году из госказны выделено около 100 миллионов тенге. Теперь в 25 школах Жамбылского района уборные будут обеспечены внутри заведения, что создаст более комфортные условия для учащихся. Расширяя сферу ответственности, с нынешнего года подразделение оперативно-спасательного отряда на побережье озера Лаколь будет отвечать не только за безопасность на воде, но и за пожарную безопасность. Пока что здесь открыли пожарный пост. В ближайшие годы будет построено и самое настоящее пожарное депо, рассказывает Антон Хатиновский. Раннее утро, а спасатели уже на построении. Именно с него начинаются их рабочие будни. В первую очередь руководители доводят до сведения текущую ситуацию с ЧАЭС на вверенной территории и озвучивают основные задачи. В очередной раз тщательно проверяется все спасательное оборудование. Особое внимание к водолазному снаряжению. Именно им чаще всего приходится пользоваться. Номер 09. Атмосфера. 170 это смертный. Погружение готово? Готово. Под постоянным вниманием и водной акватории Алаколя, славящегося своим непредсказуемым характером. В любую минуту, даже в ясную погоду, здесь может заштормить. С тем, чтобы не допустить гибели людей на воде, вдоль побережья практически круглосуточно бороздят спасательные катера. Внимание всем, патрульцы группа. Выезжаем на патрульирование побережью озера Алаколь. На озере Алаколь часто бывает, что дуют сильные ветра, что способствует явлению больших волн. В этот момент подразделения спасательные подразделения спасательные осуществляют обязательном порядке рейды для недопущения гибели людей на водах. В целях также обеспечения безопасности в данный момент устраиваются буйки, которые обозначают границы заплыва людей. Уделили внимание в этом году и пожарной безопасности. В связи с чем, оперативно-спасательный отряд в селе Акши усилили двумя пожарными машинами. Пока что на летний период. Учитывая близость воды и строений, тушение можно вести с двух направлений. Мотопомпы установлены на катерах. Спасателями Алакольского региона в 2019 году спасено 46 человек. Летальных случаев с гибелью людей на Алаколе в период прошлого купального сезона не зарегистрировано. В году текущем станции села Акши было совершено 4 выезда, в том числе и на спасение людей, попавших в снежные заносы. Антон Хатиновский, телеканал ЖТСУ, Алакольский район, при содействии пресс-службы ДЧС Алматинской области. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21.30. Субтитры создавал DimaTorzok